Мы на сессии приняли программный документ, так называемый транспортную конституцию, стратегию развития, транспортного развития нашего города. Это действительно так, как должно быть. Сначала стратегия, программы, а потом реализация. А не просто бегать по городу с кисточкой, с ведром и красить дороги, разметку и так далее. Нам, конечно, во многие времена власть так и поступала. Для того, чтобы было ощущение того, что у нас хорошие дороги, подрисовать немножко разметку, побили деревья, и вроде бы оно так и неплохо смотрится. В принципе, можно было и так поступить, и, наверное, надо было так поступить. Но поскольку мы приняли определенную стратегию, у нас, если кто замечает действия наши, я хотел бы, чтобы замечали, прежде всего, жители нашего города. Сергей Николаевич, может, сейчас более детально остановиться. Например, мы меняем сейчас, восстанавливаем круговое движение во многом городе. Это и в Суворовском районе, и в других наших, там, где было круговое движение, потом почему-то решили разрезать этот круг и пустили движение, что привело к заторам, пробкам. Это мы сегодня увидим уже на практике. К чему это я говорю? К тому, что смена движения или, например, сейчас мы уменьшаем, приводим к стандартам ширину полосы движения транспорта, что дало нам возможность организацию велосипедных дорожек, в том числе. Это действительно очень такая серьезная работа, председатель транспортной комиссии. Обухов Петров занимается этим вопросом и занимается не первый день, не первый год. О том, что многих есть как и сторонники, так и противники. Кому-то хочется, чтобы были широкие дороги, мне тоже, может быть, хотелось бы. Но мы живем в тех условиях, в которых живем. Но, тем не менее, ресурсы есть, неиспользованы. Если говорить о культуре вождения, о приведении к нормам, это совершенно уже немножко следующий этап развития. Поэтому нам приходится перерисовывать. А где мы не решили еще что делать, мы и не рисуем, чтобы потом лишний раз не тратить краску, не тратить деньги на бестолковую работу. Поэтому одесситам потерпеть, Сергей Николаевич, мы как можно быстрее это все делаем, особенно на тех перекрестках, дорогах, где понимаем, что мы там менять ничего не будем. Это первое. Второе. Переходим от краски, которая служит 3-4 месяца до 6 месяцев, и стирается ее не видно, к более дорогому, но долгосрочному покрытию, пластиковому покрытию, разметочному. После достаточно тяжелой зимы, так как мы до этого использовали для разметки сугубо краску, мы получили ситуацию, когда разметка в городе просто физически исчезла. У нас были достаточно долгие споры, анализ мы проводили. Наша задача перейти на комплексную модель. То есть основные магистральные пути мы наносим с помощью технологии холодного пластика, а там, где необходимы быстрые решения или несоответствие качества, например, асфальтобетонного покрытия, мы наносим краской. Но помимо этого возникает еще одна маленькая задача, маленькая в кавычках. Так как мы не оптимизировали схему организации дорожного движения, то сейчас стоит еще задача, помимо того, чтобы просто нанести разметку, необходимо еще пересмотреть те схемы организации дорожного движения, которые существуют. И дорожная ситуация, она это требует, потому что физически, фактически, схема организации дорожного движения, учитывая те ширины полос, которые были до этого, они принимались там 10-15 лет назад. И на сегодняшний день это уже не соответствует ни требованиям безопасности, ни требованиям здравого смысла, ни требованиям существующего транспортного потока. Если говорить по сужению полос, то на сегодняшний день уже есть четкие ДБНы, которые говорят, что ширина полос не может быть больше, чем 4,75. У нас во многих местах полосы достаточно широкие. Это провоцирует водителей, скажем так, на более высокий скоростной режим, что в городе недопустимо. И уже общеизвестно, что сужение полос приводит к успокоению, скажем так, скоростного режима. Сейчас, 28 июля, мы получили на сессии городского совета финансирование в полном объеме, для того, чтобы продолжить эти работы. Тендерные процедуры проведены. Сейчас начали выполнение нанесения разметки в микрорайоне Черемушки. Уже закончили две улицы, это Филатова и Гайдара. Параллельно проводим оптимизацию, еще раз повторюсь, организации дорожного движения. Также планируем сейчас установку ряда островков безопасности, в первую очередь, возле школ, в местах концентрации ДТП. Кроме того, КАУСМЭП сейчас, которая, в общем-то, может своими силами наносить разметку, задачу получила до 1 сентября обновить максимальное количество пешеходных переходов, которые располагаются в районе школ и детских садиков. В пятницу мы получили материал в полном объеме по результатам объявленных тендеров. И вот с пятницы по сегодняшний день уже по шести или семи локациям, в первую очередь, на улице Дальницкой, уже обновили пешеходные переходы возле школ. Сейчас будем работать и днем, и ночью, для того, чтобы до 1 сентября войти максимально подготовленными. Зимой мы готовим, запасаемся краской, чтобы мы выходили на после зимы. А зимы у нас достаточно такие непредсказуемые. Режим температурный скачет от плюсовой, от плюс 10-15 до минус 20, как показала прошлая зима, давайте будем готовиться и выходить на обновление разметки. Как только позволяют нам погоды, как жизнь показывает, это уже затягивается немножко в такой межсезонье, это реально, мы можем выходить где-то к апрелю месяц, апрель-май, для того, чтобы курортный сезон и гости нашего города, тоже это немаловажно, и для одесситов, и для гостей нашего города, приезжали уже в обновленный, восстановленный после зимнего периода город, чтобы это было за правило. Потому что сейчас получается так, что да, мы не смогли, есть объективные причины, не будем о ней говорить, но в любом случае и будет схема движения, обновленная схема движения, уже все у нас, ничего нам не должно мешать для того, чтобы вовремя наносить разметку после зимнего периода.